Митрополит Владимирский Исудальский Тихон совершил чин освящения восстановленных надгробных памятников иеромонаху Иосафу Гапонову и Михаилу Куликову в Свято-Боголюбском Алексеевском мужском монастыре Владимира. Осколок старинной плиты с надписью «Отца Иосафа» был найден здесь три года назад. Иеромонах Иосаф, магистр Киевской Духовной Академии, археолог, историк и церковный писатель, является автором недавно переизданного обширного труда «Церковно-историческое и статистическое писание Владимирской епархии» 1853 года. Известно, что отец Иосаф был насельником Свято-Боголюбого мужского монастыря и скончался в 1861 году в возрасте 58 лет. Местом его погребения до последнего времени считался монастырь в поселке Боголюбово. Изуродованная плита с надгробия иеромонаха Иосафа была обнаружена в мае 2021 года на территории Алексеевского монастыря во время уборки. Новый постамент надгробия для отца Иосафа, в который встроен осколок старинной и найденной плиты, был изготовлен в Петрозаводске. Этот памятник был воссоздан на средства митрополита Тихона, трудами братья-обители, и призван напоминать современникам о наших великих духовных предшественниках. Одновременно с изготовлением памятника отцу Иосафу было решено привести в порядок и памятник крестьянину Михаилу Куликову, строителю монастырской колокольни. Для этого надгробие было дополнено крестом, уничтоженным в советское время и установлено на новый фундамент. В преддверии праздничного освещения памятника на территории обители прошел субботник, который организовали студенты Владимирского госуниверситета, обучающиеся по направлению туризма. Для них это было своего рода практическое занятие – благоустройство исторического места. Пока парни трудились на улице, убирали камни и листву, девушки наводили порядок внутри храма, чистили подсвечники, протирали пыль. Во время субботника нашлось время для беседы. Священнослужители и церковные работники рассказали молодежи о значении убранства цареконстантиновского храма, церковных таинствах и обрядах. Надеемся, что будет также для них и личная польза, потому что для специалиста, выпускника будущего, возможно, конкурсовода, поближе познакомиться с теми объектами, с теми монастырями и храмами, которые есть в нашем городе, в нашей епархии, о которых впоследствии они также будут рассказывать. Всегда это важно. Не только узнать из бумаг, из каких-то летописей о нашем городе, но и непосредственно руками прикоснуться к истории, чтобы ее ощутить сердцем, впоследствии поделиться этим с теми, кто будет их слушать, кому они будут рассказывать об истории родного края. Для преподавателя Маргариты Николаевны это уже четвертая поездка. Трудовым десантом она возила своих студентов в храмы Селчеркутина, Добрынская и Сувородская. У нас проект возрождения. Мы сотрудничаем с епархией уже несколько лет. Приезжают наши студенты трудиться во славу Божию на различных объектах. Я думаю, что поездки носят еще немножко миссионерскую цель, то есть пробудить в их сердцах зерно Божие. Потому что, конечно, детки... Сейчас я приехала с первым курсом, и молодые души в основном, конечно, к сожалению, неверующие. Хочется немножко их приобщить к Божьему делу.